Сегодняшний день в Беларуси не ознаменовался никакой громкой сенсации. Это обычный спокойный четверг, 4 августа. Ровно как и подавляющее большинство дней в году нормальная, размеренная и безопасная жизнь. Но помните, как все это резко поменялось два года назад, в 20-м? Как на улицу выходили какие-то люди и утверждали, что их все не устраивает, и более того, они знают, как обустроить жизнь 9 миллионов белорусов по примеру Украины. Они так и говорили, мы хотим, как на Украине, Беломайдан. Сегодня ровно два года, как Александром Лукашенко в формате послания, было все разложено по полочкам. Он рассказал, что происходит, кому выгодно качать Беларусь и что будет дальше. Не только у нас, но и в мире. Тогда не все это услышали и осознали, и вот насколько сейчас, спустя два года, понятны пророческие слова президента. Он оказался прав. Озвученное в послании произошло, как очевидно и то, кто настоящий дальновидный политик, а кто просто хотел разжечь в Беларуси пожар. Иногда бывает очень трудно разобраться в происходящем, особенно если кто-то очень хочет вас запутать и выдать черное за белое, попытку госпереворота за революцию, управляемый протест за волю народа. А между тем, Александр Лукашенко уже тогда, в августе 20-го, не только раскрыл причины атаки на Беларусь, но и рассказал, что будет дальше и в каких точках привычный мир начнет трещать по швам. Жёсткое противостояние по всем фронтам развернулось между крупнейшими экономиками мира, Соединёнными Штатами Америки, которые на протяжении последних десятилетий фактически являлись единоличным мировым лидером, и Китаем, который ворвался в мировую элиту и выступает за реальную многополярность. В стороне от этих процессов не осталось Россия и Европейский Союз, также претендующие на главенствующие роли. Словом, трясёт всю планету. Да, большое видится на расстоянии. И сейчас, спустя два года, можно понять, какую кровавую роль готовили Беларуси. И девяти миллионам белорусов. И от какой адской пропасти президенту тогда удалось отвести страну, не позволить превратить её в ещё одну зону нестабильности. Да, пока горячей войны нет, не стреляют. Ещё спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против белорусства бросены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии. Силы, ратующие за госпереворот, говорили красивые, но абстрактные слова. Они и сейчас ими одержимы. А Александр Лукашенко всегда конкретен. Был и остаётся. Красиво говорить могут многие. А вот накормить и защитить государство – удел единиц. Настоящих лидеров. Вот поэтому кто-то президент. А кто-то очередная говорящая голова в проплаченных СМИ. Цель одна – спасти страну, сохранить рабочие места, не потеряв доходы. Скажу прямо – не до жиру. Необходимо идти дальше с чётким пониманием целей и перспектив. Это не дежурная фраза. Кризис – это не только беда, но и время больших возможностей. Страну от войны президент спас, тем самым сохранив жизни многим белорусам. Но головокружения от успехов нет. Есть чёткое понимание, по чьим умам будут продолжать бить те, кому наша страна нужна, как инструмент давления на большого соседа. В чьи сердца нацелены СМИ, существующие на иностранные деньги. Мы просто обязаны выиграть борьбу за умы и души людей. Прежде всего молодёжи. Всегда. Приходит момент, когда ребёнок возвращается и говорит родителям спасибо. Но для этого важно, чтобы, уходя во взрослую жизнь, он не сжигал родительский дом. Чтобы потом было куда вернуться и не рыдать на пепелищах. Что, мало примеров, когда всякие майданы привели страну на пепелище? Они перед глазами и совсем-совсем рядом. Вот формула стабильного государства, сказанная президентом два года назад. Прекрасно работает уже почти три десятилетия. Просто на нас решили крепком, монолитном обществе отработать вот эти цветные революции с учётом новых информационных технологий. Не получится. Государство начинается с народа. А держится на крепкой и стабильной управленческой вертикали. Пока эта вертикаль сильная, пользуется доверием народа, страну расшатать невозможно. Мы с вами 25 лет шли и нам завидовали. Почему? Потому что от президента до крестьянина мы были единым целым. Предсказал он тогда и судьбу предателей. То, как они будут жрать друг друга в борьбе за иностранную пайку. Предсказал 4 августа 2020 года, когда они ещё не были беглыми трусами. Никогда не предавайте. Предательство не прыщается даже на небесах. Если вы не способны и к чему-то не готовы, уйдите в сторону. Не мешайте, не путайтесь под ногами. Дайте спасти страну. Предатели всегда думают, что деньги решают всё. Нет. В строительстве государства всё решают ценности и воля. И побеждают те, кто готов всем пожертвовать ради своего народа. Потому что искренне верят в собственную правоту. Правда не заканчивается. А вот деньги заканчиваются. А вместе с ними и организованная кем-то массовка. При случае бросающая свою страну ради заграницы. Чувствующая даже подсознательно, что кроме чужих денег за ними ничего не стоит. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы её сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь. Чистая и светлая. Честная и красивая. Трудолюбивая. Немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она наша. Она любимая. А любимую не отдают. Эти продолжительные аплодисменты актуальны и сегодня. Ровно два года спустя. Более того, они полностью заслужены. Всё, что предвидел глава государства, произошло прямо на наших глазах. И это характеризует его как дальновидного и опытного политика. Который, самое главное, не даст в обиду свою страну и свой народ. Евгений Горин, АТН